Всем привет! Евразия, главная редактор Паровой Птицы, выдает секретное задание. Давайте узнаем, что это такое. При разговоре есть возможность задать вопрос. Есть ли для меня новая работа? Новая? Поручения? В историях из жизни слишком просты для тебя? Или тебе срочно нужна мура? Да и то, и то. А ты упорная девочка, конечно, это хорошо. Поручения у нас всегда достаточно. Если не считать гильдии, искателей приключений можно сказать, что в Паровой Птице собрано больше всего информации о возможных подработках. Но вообще-то даже в теории мы не обязаны отвечать за трудоустройство жителей. Как бы то ни было, если нужна мура, я могу порекомендовать тебе одну работенку. Господин Бенуа Леруа ищет помощника по дому. Если вы умеете следить за чистотой, готовить и ухаживать за пожилыми людьми, хозяин готов предоставить жилье и достойную почасовую оплату. Чтобы узнать подробности, свяжитесь с господином Бенуа. Так, видите, как интересно. Нам придется его еще и найти походом. А, или, возможно, нет. Эту записку больше полугода назад оставил для истории из жизни господин Леруа. Но все на этой улице знают его. Хоть в молодости у него и была сомнительная репутация, но в последние годы я не слышала о нем никаких дурных слухов. Он живет один, а его единственная дочь далеко. Так что о нем некому позаботиться. Вот он и ищет помощника за почасовую оплату. Насколько мне известно, господин Леруа из бедных, не из бедных. Так что жалоба не должна быть приличным. И плюс ко всему, эта работа вряд ли подразумевает какой-либо риск. Звучит как вариант достойный твоего внимания. Нужно будет помогать ему по хозяйству. Отлично работаем. Дайте мне его адрес, пожалуйста. Да, конечно. Тебе нужно дважды повернуть за угол, затем обойти. Ай, ладно, я лучше нарисую карту. Только не забудьте ему сказать, что это я порекомендовала вам эту работу. Что это? А, вот оно как. Нам даже что-то дали. Вон там. Пассаж Базари. О, е-е-е, там смотрите кто-то стоит уже. Это, а, хотя... Да, возможно это связано именно с ним. Посмотрим. Рубашка Атоса. Тысячи бмо. И ожерелье мартиши. А, какая же молодежь нынче расточительная. Здравствуйте, господин Лера. Здравствуйте, мы от госпожи Еврасии. Вы рассказываете, господин Лера, зачем пришли? Это было полгода назад. Не ожидал, что госпожа Еврасия до сих пор хранит мой запрос. Все верно. Я действительно решил, что мне нужно нанять помощника. Как бы энергичен. Ты не был в молодости, старости... Молодости. В старости ты все равно понадобится тебе помощь. Я всю жизнь зарабатывал на этот дом, а в итоге оказался в нем совсем один. Я очень печалился из-за того, что... Из-за этого. Но хорошо, что моя дочь с ее мужем наконец приехали присматривать за мной. Дети очень добры ко мне и любят друг друга. А о большем я и мечтать не мог. Так что, молодежь, помощники у меня уже есть. Как обидно, что мы зря пришли. Да не расстраивайтесь. Молодежь не должна грустить. Улыбайтесь и наслаждайтесь каждым мгновением. Раз уж вы проделали такой путь, и за вас поручилась и фраза, я вам и вправду могу дать кое-какую работу. Раз как раз детей нет дома, а я один не справляюсь. Я вам, конечно же, заплачу. Господин Лерла, конечно, вы так добры. Не льстите старику. Тогда за работу помогите мне убраться вокруг дома, а еще покормите нану рыбой. Чуть не забыл сказать. Нан, это моя кошка. Вот она. Возле двери заранее передаю вам от нее спасибо. Звучит проще простого, мы справимся. О, ничего себе, тут еще и деньги есть. Ха! Так, нану надо покормить. Ай, извини, я с тобой начал говорить. Ух ты. Так, надо еще убраться. А, еще убраться вот здесь надо. Ну, это можно водой, наверное, сделать. Ну, или вода, либо, соответственно... Анема, да? Неужели это все? Предсмертное просветление. Ничего себе название. Вы закончили? Да, господин Лерла. Что, хочешь конфетку или уже не терпится поскорее получить свое вознаграждение? И то, и то, и то, и если честно. Пайман, какая жадина. Ничего, дети всегда такие. Такая милая девчушка, как ты, Пайман. Должна есть вкусные макароны, носить красивые платьица и жить в красивом домике. Пайман, согласно, Макси Плей, а мы можем купить меня? Нет, конечно. Жадина. Пайман, мы же искали телеприключений. Но это ведь никак не мешает есть макароны, носить красивые платьица и жить в красивом доме. Ну, чего вы спорите, совсем как маленькие. Хотя иногда перепалки даже нужны. Так детки показывают свой характер. Ну, я вообще-то уже взрослая. Глазом не моргнете, как детство пролетит. Цените это время. Ладненько, вот ваше вознаграждение и сладости. Только не вредничайте. Сладости? Спасибо, господин Лерла. Называйте меня Бенуа. Лерла это моя фамилия. Я последний представитель фамилии Лерла Фонтейни. Поэтому, когда меня называют по имени, по фамилиям, я сразу ощущаю себя одиноким. Господин Лерла. Ой, Бенуа. Разве у вашей дочери не ваша фамилия? Мартиша не моя родная дочь. Я приютил ее полгода назад, но для меня она уже как родная. Если хотите, приходите завтра тоже. Мартиша и Атос. К тому времени уже вернутся. Я приглашаю вас на чай со сладостями. Уверен, Мартиша не будет против. Сюда иногда приходят и другие ребята. Вы можете вместе играть. Я люблю, когда в доме много детей. Чем больше детей, тем в доме больше жизни. Если когда вы придете, в следующий раз меня не будет, то постучитесь в дверь и скажите, что вы ко мне. Атос вам откроет. Хорошо, тогда мы еще придем завтра. Отлично. Ну, а мне уже пора возвращаться домой. Да, до завтра. До завтра, молодежь. Вау. Это все, что ли? Подождите. Да, за это ко мне столько даже дают. Прикольное задание, ребят. Но я уверен, что будет продолжение. И для этого нам придется подождать всего лишь один день. Я сомневаюсь, что будет работать перемотка дня. Я на всякий случай это сделаю. И посмотрим. Ок, смотрите. Нифига себе, погодите. Реально. Реально. Я не шучу, он появился. Неужели не надо ждать реальный день? На самом деле я бы подождал бы. Это было бы интересно. Но, походу, надо бы все лишь покрутить время. Видео получилось коротким, но все равно это отдельное задание. Продолжение 100% будет. Все, скипаем давайте и смотрим. Да! Смотрите. Но это следующее задание. Оно будет в отдельном видео. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк. Нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока.